А когда они берут книги, что вы чувствуете? Когда, знаете, вот такой момент интересный, когда вы вроде представили все хорошо, все замечательно, и человек говорит, нет, так уже еще раз попробовали ему все-таки попроповедовать, два-три раза, и он нет. Тогда нужно с ним очень красиво расстаться. Спасибо вам большое, счастья вам, здоровья и удачи. Вот однажды ко мне подошел человек сам, говорит, я, говорит, какое-то время назад вы ко мне подходили, говорит, и я книгу у вас не взял. Но вы мне пожелали счастья, здоровья, удачи. И мне на сердце стало так хорошо, что я потом второй раз, когда вас увидел, решил, что я у него обязательно возьму книгу. Нужно вот красиво расстаться по-хорошему. Знаете, у нас в 90-е годы, знаете, как преданные говорили, когда книги не брали? Они говорили, ну, обычно двуногие животные не могут читать наши книги. Вот так вот расставались. Нет, не надо так расставаться. Надо красиво расстаться, чтобы он запомнил вот это расставание. И знаете, они ценят. Обычно, когда у человека что-нибудь не берут, он разочарован, и у него на лице вот это видно разочарование. Он может еще что-нибудь сказать такое с намеком не очень приятное. А тут, если от самого сердца ему сказать, счастья вам, здоровья, удачи. А можно еще сказать, ну, в следующий раз, ладно? В следующий раз увидимся. И они обычно говорят, да, да, в следующий раз. И Кришна, Кришна, он все это слышит? А, ты сказал, в следующий раз. Сейчас устроим. И Кришна устраивает, в следующий раз мы встречаемся. Вот. Однажды я распространял в Москве книги. До этого я был на Грушинском фестивале, фестиваль бардовой песни. Там у меня брали книги. Это просто в день по 200 Махабит брали. Там просто книги. Каждый вот просто подходишь к нему, брал книги. Вот я распространял книги. Начинал где-то часов, часов в 10 утра и заканчивал в 10 вечера, заканчивал. Представляете? Мне прям туда, на этот рынок, там рынок такой большой был, приносили еду, я быстро ел и продолжал распространять книги. Это просто нектар был. Там же, там же, в этом же месте книги читал. Ну, знаете, надо же почитать, надо же зарядиться. Вот. И встречаю компанию, компанию ребят встречаю на улице. Этот проспект называется Новый Арбат. Раньше он назывался Калининский проспект. Мы его называли проспект имени Кали. Мы его называли. Вот. И встречается группа ребят. Говорит, мы вас помним. Мы были на Грушинском фестивале. Были в вашем лагере. Там пели всю ночь. Харе Кришна. Я ему говорю, не верю, говорю. Они, как не верите? Я говорю, не верю, что вы были там. Докажите. Никак доказать. Я говорю, спойте, Харе Кришна. И они подняли руки, начали. Ари, Кришна, Ари, Кришна, Кришна, Ари, Ари, Рам, Ари, Рам, 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 Ари, Ари. Я говорю, молодцы, говорю, держите по книге. Каждому дал по книге. И они все взяли книги. А из-за разряда того, что кто-то не берет книги, тоже девушка останавливает. Говорит, я вас помню. Я вас видела на Грушинском фестивале. Вы ко мне подходили с книгами. Я говорю, и что? И вы мне взяли книги? Она говорит, нет, не взяла. Я говорю, у нас руки длинные, говорю, берите. И она взяла. Видите, Кришна как устроил. Не взяла у меня на Грушинском фестивале. Встретились в Москве. Взяла в Москве. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима. И мы вместе занимаемся интернетом Киртона на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Багават Гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртоны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртоны, и давайте распространять книги вместе. Продолжение следует...